Там, где очень нужно было, использовались все методы, от силовых до грубейших фальсификаций. Там, где можно было, отдавал пешку, чтобы разыграть выигрышный гамбит в будущем. Если судить по официальным заявлениям, то все как обычно, тишь да гладь, да божья благодать. Ни в Центральную избирательную комиссию, ни в Региональную избирательную комиссию не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Поздравила избранного губернатора и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В соответствии с законом, избранный губернатор Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Валентины Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации. Об этом он объявил во время церемонии. Матвиенко поблагодарила его за оказанное доверие. Друзья, всем привет! Так рада вас видеть, очень многих знаю. Вы находитесь сейчас на моей территории, на территории Финляндского округа. Здесь победили мы 8 независимых кандидатов. Пожалуйста, поздравьте нас, ребята! Нам было сложно! Мы сейчас против 12-ти, нас 8, но мы держимся. И вот стою я сейчас перед вами, простая муниципальная депутатка. Голоса отбившая, карусель отстоявшая, находившаяся по бесконечным голосованиям над умным. Я все сделала. И я очень хорошо понимаю ребят, которые также сделали все. Ходили по домам, ходили по квартирам, но у них украли победу. Я просто знаю, что они чувствуют, что они могут чувствовать. То же самое бы чувствовала, конечно, я. То есть власть, не заморачиваясь совершенно, просто взяла и украла. Украла у нас демократию. Это настолько отвратительно выглядит, я вам хочу сказать. Просто как участник с той стороны. Я просто знаю. Так вот, я вижу сейчас, что сейчас происходит. Что происходит со штабом Навального? Каким воровским способом они тянут наши голоса себе в карман? Эти гады. Я не побоюсь этого слова. Что они делают с теми людьми, которых они обыскивают? Вы знаете, да, что человек, которого обыскивали, получил инфаркт, и женщина просто умерла. Вот такие вещи сейчас происходят. Страшно на это смотреть. Что хотим делать мы сейчас? Первое, что я хочу сделать, это в своем округе сделать открытое заседание всех наших советов. Это мы уже им сказали. Сказали нашим депутатам, 12 штукам, которые там сидят. Долупив на нас, глаза смотрят, ничего не понимают, откуда мы такие дерзкие. Что с нами дальше делать? Так вот, я считаю, что наше оружие, это, конечно, гласность и открытость. Нам нужна поддержка наших избирателей. И поддержка, конечно, я думаю, что тех людей, которые нас выдвигали, которые за нами стоят. Это демократия. Я думаю, что когда мы сделаем такие открытые заседания, жулики и воры в нашем совете побоятся что-либо делать противозаконное, как они это делают постоянно. Вы знаете, что в прошлый раз, когда делали у них проверку, у них нашли нарушение на 34 миллиона. 34 миллиона в этом округе. Понимаете? Это все сейчас мы должны смотреть сами, смотреть на их документы, все видеть. Ребята, пожалуйста, поддержите нас, смотрите наши трансляции. И я очень вас прошу, выходить каждый раз, когда что-то подобное случается. Мы должны быть всегда на площади, всегда на улице. Это первое, что мы должны делать. Потом, смотрите, мы написали, первым делом, что мы сделали, мы написали заявление от наших восьмерых кандидатов. Весь текст есть в интернете и у меня в фейсбуке. Я останусь сейчас здесь, после того, как я выступлю, и попрошу всех депутатов, которые здесь присутствуют, подойти ко мне и подписать это заявление, если вы с ним согласны. Весь текст читать не буду, тезисно. Привлечь к ответственности членов и глав избирательных комиссий, виновных в недопусках на выборы независимых кандидатов. И фальсификации результатов голосования, распустить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, немедленно прекратить уголовные и административные преследования граждан по политическим мотивам, расследовать опубликованные в средствах массовой информации сведения в подделке подписи избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Я считаю, что победит в этом случае никакая не сила тупая, а только открытое сердце, только чистые мысли. Вот с этим мы пришли к вам. Спасибо вам большое.